Сейчас, подожди валенька Авария Ну ладно Добрый день Здравствуйте Слышен, все, да? Ну сейчас вы меня узнаете Ну слава богу Спасибо Только что слушала ваши утренние записи Ну? Вы там про Шамиля и государя хорошо отзываетесь А о ком? Шамиль А И государь, какое письмо Шамиль написал государю? Ну это Шамиль главный, который войну вел на Восточном Да, да, да Это просто пример того, как люди разных религий могли искренне дружить друг с другом А не враждовать, как сегодня Сегодня это очень актуально Поэтому вы вовремя всем напомнили Как у вас поездка будет или нет? Куда? Вы добивались поездки в эту опасную зону, где там ИГИЛ? Да, нет, ответа нету Пришло благодарность из Министерства иностранных дел Поблагодарили за патриотическое понимание Ну и все такое Но ответа больше не было Мы молились Из патриархии, как всегда, ничего не поступило Я хотел, написал уже почти письмо Чтобы походотайствовал за меня Рамзан Кадыров Но отправить не мог В этот день у меня получилось Я повредился И потом стал молиться И все время рука не движется дальше Не могу ничего сделать А тут на него сильное нападение И обстановка изменилась А мне сказали, не надо ничего делать Ну я так и остановился До сих пор остановились? Да, до сих пор стоит на месте Ведь каждый день все меняется Да, мне это не зависит Я показал Дет стали обвинять Вы пиаритесь Там разную пахость и писать Ну это как всегда Да, вы к этому привыкли уже Ну мне-то это не... Для вас это норма Да, но дело в том, что Мы дали знать, что существует Особый способ Вот как с Шамелем было Любовью переломить кости Может быть какое-то время пройдет И надо еще попытаться Но дело в том, что тут изменения Получились на политической арене И главная сила Россия вывела оттуда Самолеты, бомбардировщики Путин оттуда все вывел Я-то просился пойти на самый передний фронт Где идет борьбежка Где убивают их Я туда просился, а не просто к ним А теперь у них только где-то точечные удары ведут А остальные, это другие группировки Они почти на перемирие Их теперь они не трогают Там идут выборы Обстановка сильно изменилась И поэтому я почти там сегодня даже не стал бы писать об этом Я шел тогда, когда была критическая обстановка Понятно Спасибо, объяснили Так, у меня к вам один вопрос по поводу вашего сайта Да Во Свете Библии Так как я представитель другого мира, другой страны И у вас очень много, я вижу по вашим встречам Очень много русских людей из Европы С вами желают общаться Да? Да У них большой интерес У меня вопрос, а может быть предложение Так как это очень разные культуры Запад, Европа и Америка и вот Россия То на вашем бы сайте я бы выделила как отдельную программу беседы именно, так сказать, с представителями западной культуры Потому что в этом есть своя специфика Своё понимание ситуации Своё прочтение Библии, совсем отличное от вашего прочтения Вот это бы мне, например, хотелось бы отдельной графой Прочитывать и анализировать Понимаете, о чём я говорю? Понимать-то понимаю, но я теперь жду окончания вашего предложения И потом скажу, как мы пытались это сделать Это уже для нас не новое А, не новое, да? Ну, например, я давно Как давно? Может быть полгода Может быть раньше Ваш человек играл на гитаре Озвучивал ваши стихи Да, Виктор Сашин Вот, он женился на девушке из Франции Русскоговорящей Вот, и я за этим стала следить Один ролик за другим Потому что любопытно Как она адаптируется к России Да ещё не просто к России А к глухомане вашей К провинции И потом обрыв И до сих пор я не могу найти Вы перестали с ними встречаться Ходить с ними в гости А это очень интересная тема Адаптировалась ли она Или вернулась назад И так далее Вы пропустили Там были Когда я к ним приходил У них были занятия Когда я приходил Объяснял сон Который видел И предположительно о них Да Вы пропустили эти ролики Может быть Но где же дальше конец? Так и непонятно У нас девушка Девушка наша Вот, если вы зайдёте На наш форум Не на сайт, а на форум И на форуме Идите свадьбу А тут просто первую страницу Нашу найдите И там одна тема Бракососчитания называется И там увидят А, это я помню Это я видел Вот она вышла за американца А она живёт в Нью-Йорке А он болгарин Болгарин Там по каким-то Квотам проезжали где-то И он как хирург приехал И женился на ней Он убился туда И как только они отсюда выехали Мы сразу на тему повесили замок Его снять никто не может И мы не можем К этой теме Не прикасаемся Они уехали Мы сразу остановили На этом и всё Дальше всё подошло К тому И с остальной Они сами могут открывать Я не веду это Точно так и здесь Мы подошли к теме Тема практически исчерпана А дальше всё Надо брать разрешение Каждый раз мы не хотим Чтобы снимали Ну, каждый смотрит по-своему Мы как ремонтируем этот дом Как приходим в этот дом Что делаем Вот у Виктора И у Иоанны Там всё это показано После свадьбы Там несколько роликов Но дальше у нас закончилось По особым причинам Когда будет истинное желание у них И они в этом будут участники А есть такие Которые там Они у нас дома Вместе поём И исполняем песнопение Это всё показано Почему я Понятно Я всё-таки Уже 25 лет Как я В другой стране Но Вот эта тема Эмиграции Это вечная тема Это больная даже тема Для людей Живущих Уехавших Из С родины А сегодня Это тем более Очень популярно Дело в том Что К сожалению К сожалению Из вашей общины Какие-то девушки Вышли замуж И уехали в Германию Да Правильно Да Вот Я удивилась Что вы даже Это Так сказать Благословили Очень странно И они Как бы довольны Так Посмотрите Лидия Посмотрите Себя запишите Книга порока Исаии 13 глава 14 стих Исаия 13-14 Тогда каждый Как преследуемая Серна И как покинутые Овцы Обратиться к народу Своему И каждый Побежит в свою землю Так что Русская земля Вас ждет Спасибо Комплимент Приеду Приеду У меня уже билет На сентябрь есть Я сюда еду Вот хорошо Кстати Билет у меня В Москву есть Вот к вам Кстати вопрос А вот Из Москвы К вам В Барнаул Надо мне покупать Будучи на месте Да У вас цены Всегда Одни и те же Или Разные Сегодня Какая у вас ситуация Ну Говорите о ценах Говорите Да Да Везде все меняется Железная дорога Тут лучше ехать поездом Не самолетом Поезд Конечно Да Доехать Доехать до станции Мы покажем До какой станции Или до Барнаула И вернуться Тогда обратно к нам А тут идет На нашем Разъезде Останавливается А Московский Он пролетает мимо Мимо нас идут Московские поезда Мимо наших Мы из деревни Если по перпендикулярам Взять долине Километра два с половиной Хорошо Хорошо В сентябре Буду у вас Плохо Плохо все в сентябре Плохо В сентябре Это не тот месяц Когда Что-то Это уже идут И дожди Мы все убираем Тут уборка идет Мы Вот там все время идет Хорошо Если бы были И 10 июля Раньше Летом нельзя Ну я знаю Что нельзя Я просто говорю Ну будем думать Как Ну Ну сентябрь Ничего не понятно Дождливость Сибирь Картошку только убрали Сразу начинаются Тут дожди идут А вот именно я Американская Вы там уже Простите Что я такая Американочка Приедет к вам В грязь Вот и проведем Эксперимент Я хочу побывать В вашей грязи Ну я Я не знаю Это надо уже Другое одеяние Брать с собой Дождевики Плащи Ладно Из Москвы Решим вопрос Хорошо Хорошо Вопрос Кто такая Инна Мельник Вы мне дали Эту женщину Инна Мельник Живущую В Пенсильвании Не из вашей общины Нет Нет Инна звать Да Да Инна Мельник Да Да Понял Она на меня вышла Они там связаны С протестантами С какими-то Сектами там Разными И у нас С ней уже Два ролика Кажется было Беседовали Хорошо То есть она не из вашей общины Нет Нет И мы никогда не знали друг друга Но Она там в Америке Она уже полностью И дети там ходят В другую И она хочет Чтобы вся семья В православие пришла Мы один раз только беседовали Да Один раз Может один раз Ну хорошо Значит Я поняла Она не из вашей общины Хорошо Хорошо Так Теперь Первый вопрос ваш Давайте Мы не закончили его Вот Когда у меня стали выходить книги То была предпринята попытка Перевода на английский язык Нашлись два переводчика Но они не природные американцы Я не люблю переводы Недоброкачественные Мне нужен человек Который Во-первых Предан этому делу был А во-вторых Для него Ну как у Альберта Швейцера Спросили Какой родной язык Мать там Француженск А он немец И он думал Думал Какой Как Во сне Разговариваю Говорит Вот Тот мне родной язык И вот здесь Мне нужен перевод Самого высокого полета Чтобы он Тонко мог чувствовать О чем там есть Чтобы человек был На такой совестливый Как отец Александр Мень Когда мы беседовали Я сказал Вот Хвольст Переводчик Саваитов И там Павский Вы могли бы так перевести Юрецкий язык Он вот так от меня Отшатался Да вы что Да никогда Это человек Природный еврей Я понимаю Понимаете как Как он подошел к этому Перевод синодальный Сделан на таком уровне Православным Что остальные переводы мира Все позади его остались Четыре духовные академии Самые лучшие переводчики Хвольст Крещеный еврей Православный Доктор Пилологического университета Понимаете Какие были люди То есть у вас этот вопрос открыт Вы не нашли никого до сих пор Я таких не нашел Были Которые начинали переводить Но Я видите Английский я полностью уже утратил Я проверил Я с американцами беседовал У них Выступал Я в немецком собрании На немецком языке Говорил проповеди Сейчас я ничего не знаю Ну 50 с лишним лет Все поняла У вас идея Что перевести Ваш трехтомник Или что Именно Или начать с чего Нет На нашем сайте Сайте Справа Написано Ответ на 4124 Вопроса и ответа На сайте Сайт Во свете Библии Зайдите просто По гуглу Или по яндексу Во свете Библии Библейский сайт Игнатий Лапкин Сразу откроется На право На правой стороне 55 папок В которых Вопросы даны И вот это Нужно издать На английском языке Сделать отдельный сайт Или как-то У меня Когда начали Открывать сайт Что я громко говорю Это я Просто глухой Царта Когда Стали открывать сайт То У нас были сильные угрозы Я решил сразу Открыть Несколько отделов В Индонезии Где-то В Японии И в Америке Ну Сразу мы наткнулись На американца Баптиста Он открыл нам Два сайта там Два сайта открыл И платил какое-то время Но так как те Которые у меня начали работать Они теперь в другом государстве Так и заглохло У меня помощников-то Хватает Один Один решил Парализованный Сергей Козлов Решил Я помню Я с ним общалась Переделать Я с ним общалась Он сговорился С Израилем Из Белоруссии Лучшие люди И они начали заниматься И он заплатил 300 тысяч рублей Для меня это Ну у меня 6 тысяч в месяц Представь 300 тысяч И он отдельный сайт создал Мой Скопировали туда Хороший Плохой Я там не бываю То есть Бог посылает Добрых людей Войдите в это На еврите На еврите там Нет на русском А там на русском Специалисты Которые в Израиле На русском На русском Я думаю Что английский Самый распространенный язык И то что у меня Есть вопросы Ответы Это было бы полезно Для многих Вопросы и ответы Не книги Но это взято из книг Из моих книг Открытым оком У меня же 30 томов их 30 томов А в интернетной версии 33 Три я уже В бумажном варианте Не издавал И вот Вот эти вопросы Ответы Их открывать Тоже так сказать 55 папок Отдельно Допустим Еврейский вопрос Представляете На него у меня Три тома написаны Я рассматриваю Еврейский вопрос Рассматриваю Три тома Три тома По 750 страниц Ну там не все Только про них И 176 вопросов Но Но тут нету этого Это ваш трехтомник Самый Костярный А это три тома Открытым оком 23 24 25 Я рассматриваю Во свете Библии Талмуд Это 12 томов И рассматриваю Историю Израильского народа За 3600 лет Кто говорили Политики Поэты Кто что Как говорил Вот у меня 18 том Я размер Разбираю Коран Во свете Библии По суру Моя Это 18 тома Но это мусульманам Надо заняться И что о мусульманах За 1300 лет сказали Какие политики Правители Поэты Это все в одном томе Сконцентрировано То есть Все эти Академические труды Просто Мне интересует Вопрос Вот этот Вопрос и ответ И когда вы там Откроете Там написано Евреи И на еврейский вопрос Я в университетах Пяти преподавал Я отвечаю 176 вопросов Для евреев Они заходят И говорят Евреи Я говорю Что еврейский народ Это чудо божие Они говорят И чудо божие Что вы Русский человек Это понимаете И говорите так Об евреях Евреи Самую высокую оценку Дают этому труду Об евреях Что говорит Библия Как надо поступить Почему они такие Как мы должны К ним относиться Я об этом калмлю Мне это открыто было Мне Не так Вот я уверовал 53 года назад И Деформировал бы Реформировал У меня нет У меня как будто Бог приобрел Положил И это только углубление идет Ни в одном вопросе У меня изменения За полвека не было Я только углубляюсь Это Это тоже чудо божие Что Бог сделал Он вас сюда прислал Работать Вот так Это ваше нити К вам Если вы найдете Нужен Посмотрите на сайте Там написано Ответ на 104 тысячи 124 вопроса И вы папки Изберите Воспитание детей Патриархия Еврея Работа Искусство Культура Ну Любой вопрос И папка А в ней вопросы И написан номер вопроса Из какого тома взят он Это можно И он полностью Одни вопросы Вопрос ткнул И открывается полная картина Я посмотрю Хорошо А какая ваша конечная цель Перед 55 папок Это большая работа Большая Большая Очень большая Если начнется работа То что Так же постепенно Ставить на английском языке Параллельно с русским В другую колонку Да И потом подумать Как открыть Может быть на наш сайт Поставить это И дать рекламу В американских Информационных Каких-то средствах Что вот тут Отвечается на английском языке С позиции этой Я в Америке Тем более был Держу большую связь Наши родственники У меня Три племенника И они Мои крестники Двое И они женились И вышли замуж за американцев Они сейчас в Америке И очень довольны Ну пока ничего нет Он видите Училище Гнесинское Кончили Да еще на отлично И там они В церковном хоре Теперь Дирижируют Это бесплатная работа Там никто не платит за это А чем-то надо На хлеб зарабатывать Где работать Я еще не знаю Как будто бы В Нью-Йорке Или что-то Но я знаю Что они на наших ресурсах Бывают Это точно знаю Хорошо И вторая Наверное Идея Была бы Отдельно книгами Издать Правильно? Не знаю Пока так далеко не беру Это уже там Кто-то решит Может сделать У меня 4 тома стихов Книги Они на сайте Сверстаные Уже все подготовлено По 800 страниц 4 тома Я их Знать не могу Это мои стихи Я слышу их Каждый раз Вот когда у вас Вопрос-ответ Вы начинаете же И читаете Каждый раз Свои стихи Почему вы не можете издать? Деньги Понимаете в чем дело Отвоевали Озеро Байкал Там Ложебумажный комбинат Хотели строить В этом Валентин Григорьевич Распутин Большую Я помню Я помню Теперь-то предприятия нету Лес Миллионы кубометров Гонят в Китай Китай делает бумагу И по любой цене Нам теперь продает И теперь издать невозможно Чтобы издать По тысяче экземпляров 4 тома Это где-то 2,5 миллиона Нужно сегодня Тем более Они у меня намечены С обрусобленных фотографий Из поездки По всему миру В каждой книге 160 полных листов Фотографий будет Светных фотографий На вилонной бумаге Еще раз скажите Сколько будет томов 4 тома стихов 4 По 800 страниц 800 страниц А размер листа Как вот этот Как трехтомник у вас Вот такого размера И такие же фотографии На такой же бумаге Там, которая у нас фотография Называется мелованная бумага Сколько это стоит Сегодня издать? Порядка 2,5 тысячи Миллионов Цены 18 раз поднялись Когда я начинал Издавать книги Не 18 А теперь уже 21 раз Поднимали сцены Они покупают Зарубежную Которую в типографии Издают Ну книги Как изданы? Скажите Как изданы книги? Ваши? Да Прекрасные изданы Что вы Ну вот Очень хорошо Они видели Видели в библиотеке У Путина У Путина Президента У Медведева У Патриарха У меня Что книги-то я издавал Около 90% Я бесплатно Развез А остальные Поваленьку продаю Я всю вашу историю знаю Игнатий Тихонович Еще раз скажите 2,5 миллиона рублей 1 том Или 4 тома? 4 тома 4 в тысячу экземпляров Вот такого формата Как у вас эта книга Размер листа Такой же будет Так же с круглением корешка Ну сделаем Может ламинированное Хорошо Хорошо Так Хорошо Хорошо Один человек У меня есть Это тот самый Который перевел Отца Александра Книгу Вот которую я привозила Презентацию Да Он Священник На пенсии Свободного времени Навалом И он Его хаби Он переводит Бердяев Всю свою жизнь Это его Бердяев Это его кумир Поэтому В этом смысле У него есть опыт Только одно дело Он медлительный человек Его ничто не торопит Надо мне его так Заводить немножко Наверное Вот Вот и все Но чтобы его заводить Мне надо выйти на пенсию Вы знаете что Даже сразу работать Не с одним человеком Потому что Материал большой Перевод должен быть хороший Если вы одного найдете Скажите А они такие Знаете Бывает такой Саховой метод Они друг друга знают Скажите Найдите людей Которые преданы Христу Независимо Кто он там Мусульманин будет Или кто Христу Чтобы был предан Чтобы Знал язык Американский Как американец Вот как Набоков Владимир знал Он был Знаете как Кентавр Он одинаково писал книги Лолиту писал И на английском И на русском Игнатий Тихович Та эпоха прошла Сегодня совсем другое время Увы И наша американская эпоха Здесь все гоняются За долларом Вот И никто не работает Бесплатно И В общем Тяжелая ситуация Говорю вам честно А вы им скажите Скажи Я человек Который всю жизнь Работал бесплатно 44 года Начальник детского лагеря Бесплатно Да все ваши истории Я знаю 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 Увы Пока вам ничего Обещать не могу Только Может быть Действительно С этим Отец Стефан С ним Переговорить И что-то Начать Да Это дело Надо толкать Может быть Даже Мне проще Найти деньги На ваши Четырехтонных стихов Так Смотрите Еще что Вы его сначала Заведите на наш сайт Сами Проверьте И скажите На выбор Знаете Так Ну внезапно Раз Зашли И на вскидку И откройте Почитайте Вам понравится Или нет Ответы даны По четырем параметрам Любой вопрос Что говорит Святая Библия Что говорят Святые отцы Это 300 томов Фолиантов Из них надо было Выбрать По нежной теме И ткнуть Третье Что говорят От канона церковных Книга правил И четвертое Жития святых 1173 биографии Ничего себе Материал Очень и очень глубокий Это надо уже Идти куда-то В духовные Семинарии И Джордан Вилл Монастырь Там Копать Переводчиков Потому что Это Увы Этой Этой Книги Будут Востребованы В монастырях И в Семинариях Духовных Даже Можно Слушайте Лидия Можно сделать Так Даже Если он Будет Смотреть Скажет В этот вопрос Идет Ответ Подходит А вот эти Поставки Под вопросом Которые Не по его убеждению Он может выйти на меня Я что-то поясню Может что-то Можно в вопросе Урезать Я иду на все Дело в том Что К нам на занятия В университет Ходили старобрядцы А у меня Издавались Кистина православия У вас есть книга? Ваши Да, конечно Так вот Она же Из маленьких Таких Крещения А Для слова Божия Нет уст Я вам посылал? О, во, 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 во Это второе издание Видите? Все на молитве А вот И там отдельно О молитве По углавлению видно О слове Божьем Там О войне Так вот Я эти Брал с собой материалы На их газетном Издавали сначала В университете в одном Я видите как У меня знакомства большие А у них университетская газета 999 экземпляров А вкладыш Не ограничен Я прихожу Плачу деньги Экземпляр Внутрь Тут 25 тысяч На 2025 И тут же выкупаю И потом Бесплатно Везде распространял А потом Когда уже 14 Таких материалов Было Я был в Америке И предложил На рассмотрение Архиепископу Антонию Синкевичу В Лос-Анджелесе Это самый строгий Из всех был И он все осмотрел И все одобрил Я посылал Осипу Профессору И он одобрил Он был епископ зарубежной церкви В Лос-Анджелесе Зарубежной церкви А сейчас Вы не знаете У вас с ним нет контакта? Он умер Контактов пока нету Скоро я отойду Туда будет контакт Пожалуйста Не спешите А мне очень хочется С вами встретиться Так Вы поняли Что я сказал? Материалы Проверены Одобрены И если человек Вот Сарабляцы к нам ходили И они говорят Почему вы не издаете Отдельные книги Я говорю А зачем газеты? Я даже не понимал этого Они говорят Ну газета Там перегибаешь А книги В атакистовом православии Не было А они меня подбили на это Но они говорят Мы бы помогли вам Но только условия Все что было После Никоновской реформы Игнатия Брещанинова Серапима Саровского Иоанна Кронштадтского Феофана Датворенко Чтобы вы выбросили оттуда Я и на это пошел Но у них что-то не заладилось Их к хорошему Поэтому я издал полным текстом Теперь Я иду на очень многое Лишь бы главное Достичь цели Чтобы до людей Это все дошло Да Именно так Опять же Вы же принадлежите Зарубежной церкви По сегодняшний день Хотя нас Они покинули уже Как они вас покинули? Очень просто Официально? Ну как официально сказать Официально было так Надо историю как-то Владимир Владимирович Путин Был там А он бывший полковник КГБ Он бывший не бывает Он сегодняшний такой же И у него Там надо чтобы работать было А зарубежные теряют пасту Совсем мало Было примерно 5 миллионов Мне говорит это не кто-то Митрополит Виталий Который был Предстоятель Я знаю Устинов А теперь 300 400 тысяч осталось Сейчас еще меньше И им запрещали Тут причащаться в России И они сказали Давайте Чтобы канонически Признать друг друга Акт о каноническом общении И в это дело Вмешался Путин И тогда Те пришли к нему Навстречу в Америке И отсюда Завертелось тогда Речь шла только О признании Благодатности Одного и другим Но я знал На этом не становится Дальше они стали Тайно делать Уничтожить все Приходы зарубежные А кто пойдет на это? И образовалось 13 юрисдикций 13 вместо одной Они потеряли много Единственное Кто остались Никому не пошли Только мы Две общины наши И они не могут Ничего сделать Мы две общины Мы никуда не идем И не уходим Метрополит пишет Что я благословляю вас Подойти под маофор Местного епископа Патриархийном У нас закон Мы в патриархию Никогда не пойдем Мы знаем Что там есть И поэтому Я знаю Вот приехал метрополит А этим делом Курировал патриарх Алексей Второй И теперь держит На контроле Патриарх Кирилл Нас Это мне уже Передали епископы Наши Патриархийные Которые там были И они сказали Решено Чтобы вас не трогать Я понимал Это они не будут трогать Им выгодно показать Что мы признаем Метрополит Патриархийный К нам приезжает Служит Наш батюшка Приходит У них служит Дети наши пошли Тут все Причастились У них Но задача Кто-то Подзуживал Там дворки На те разные Предатели Чтобы Приходы были Уничтожать Это некого Уже Все перешли Определились Куда кто Кто К Агафангелу Кто Тихону Пасечнику Кто Антонию Это которая Зарубежная церковь Орлову Перешли Это та Которая Осколок Остался Зарубежная Мы Мы Никому Не пошли Мы Сидим На месте Мы Работаем И они Поставили Задачу Нас Уничтожить И поэтому Подбили Нашего Илариона И сказать Что У меня Приходов Никаких Нет А ему Зачем Кто Это Кто Это Ваш Иларион Капрал Который Предстоятель Сейчас Там Иларион Зарубежная Церковь В Америке А Метрополит Иларион Капрал Фамилия Его Откуда И он Прислал Бумагу Что нас Благословляет А мы Никуда Не переходим И он Нас Бросил Как Б Говорят Нас Это Не касается Как Он Бросит Ну Венит Волка Приходящего Бежит Так Виноват Того Не я А Сам Он Сидит Здесь Этот Метрополит В Нью-Йорке Как В Нью-Йорке Капрал Метрополит Иларион Мы С ним Знакомы Близко Ездили Даже К Баптистам Там Он Сам В Америке Когда Он Был Секретарем У нас Такие Были Беседы С ним У меня Фотографии С ним Где Мы Стоим Метрополит Виталий И он Рядом Дело Вот Все одно за другое Как где-то Щукарь Сцепляется Я поняла Вы знаете Сами Игнатий Тихонович Что те времена Это не Сегодняшние Времена Те времена Америка Стала Заигрывать С многими Вещами Рассчитывала На огромные Выгоды Большие Ставки Ставились Правда Да И вас Хотели купить Я помню Вам там И трактор Подарили И так далее Не было Не дарили Не было А Не дарили Это были только слова Вот Видите У нас ничего От них Только привезли Лопаты И кирки Две кирки Две лопаты Кажется Ну вот А сегодня Более жесткие Время Хорошо Значит А почему Вы не пытались С этим капралом Выйти на контакт Почему Мы все время Приглашение им даем Он летом должен быть В Барнауле Тут Паломническая группа Какая-то будет у них Мы Батюшка С ним переписывался Вообще Все нормальные отношения Батюшка Наш отец С ним встречался Наверное Раз пять И в Австралии Когда он был Он был Австралийский Был до избрания После Лаврата В Америке Был Вот когда было У нас отношения Очень хорошее И вот А теперь Он под властью Патриархии Видимо Даванули его И он А у меня Приходов тут нету Он дал У нас приходов нет А мы-то остались двое Два прихода В общем Вы сами знаете Евангелие От Иоанна 10-12 Запишите Евангелие От Иоанна 10-12 Видит волка Приходящего И бежит Наемник Для нас Он сделался Наемником Видит Патриархийных Волков И побежал А мы-то При чем Потому что Вы за эти годы Должны понять Что все это Переходит в политические игры Я не играю в них Я со Христом Не вы А все вокруг вас Ну пускай играют Вот И И к вам Хотели вас купить То там трактором То еще чем-то Купить вас Заманить чем-то Не получилось И до сих пор Не получилось Почему я Вспомнила Зарубежников Ведь именно здесь Недалеко от моего места Где я живу Пять часов отсюда Тот самый монастырь Джорданбилл Да Это самый главный Епархий Центр Зарубежной церкви Да я знаю Я там жил Жил там Вот И Именно там же Это самое Ну Семинария Да Где учат нас Священникам Зарубежной церкви То есть По идее Это идеальное место Где эти самые Молодые люди Или русские С хорошим Английским Чтобы быть Священником Либо больше Американцев Обучаются быть Священниками Православной церкви Вот То самое место Где два языка Присутствуют И где могла бы быть Эта работа Переводческая И им же выгодно У них же есть там Книжный магазин Типография Типография есть Там типография есть И книжный магазин Именно Они там издают И журнал свой И книги На двух языках И продают Именно там Это единственный Неплохой магазин Где в общем Можно купить Хорошую литературу Православную Понимаете Вот что Но ведь Если я Со стороны Появлюсь Там Трудно Как-то их Заинтересовать Надо нам С двух сторон А как Надо бы вам Писать письмо туда Вот с вашим Этим проектом Я вам предлагаю Свой материал Переведите на английский Опубликуйте Продавайте Ваши деньги Мол Вы отдаете Свой материал И не требуете Как сказать Авторских Нет Не пойдет Так Только кто-то Должен Взяться Там Я благословляю И хочу Это Больше я ничего Не могу сказать Не переводить Ничего Мы этого Не будем Дело в том Что Если кто-то Из них Согласится Ему надо Сказать заранее Эти книги Очень необычны Тем Что они Никому не угождают Я никому Не заглядывал в глаза Все Что я отвечал Я выпросил На молитве Я ни патриарху Ни президенту Ни зарубежной церкви Никому не угождал Я знаю вас Вы мне не рассказывайте Просто Этот Эларион Он По характеру Он консерватор Или прогрессивный человек Такой он По натуре Понимаете Вот Вы так задаете вопрос Я по другому отвечу Это русский медведь Который долго Лежал в одной берлоге И он собирал Этот монастырь такой есть Большой медведь спящий Ленивый Толстый Жадный Почему я из зарубежной церкви ушла Я вам говорила Поэтому я О нем сказать сейчас Ничего не могу Но знаю Что патриархия его давнула И он бросил Как бы Из того что мне известно Он мне говорит Общин нету Как нету Когда мы Мы есть Вот они И такого в истории Мировой практики За 2000 лет не было Ни с того ни с сего А у меня никого нету Хотя отношения хорошие С батюшкой И со мной Лично знакомые Видите Даже способен на ложь Чтобы только Со своей Теплой печки Не слезть Ну как Я не могу Рассказать Понимаете Насколько К сожалению К сожалению Хорошо Ладно Не будем Иван Евангелия Теана 10-12 Мой ответ здесь Я посмотрела 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 Хорошо Да Просто этот монастырь Тоже такая Теплая печка Которая Такая теплая Такая комфортная Что туда и Нету свободного места Лидия Мне нужна помощь ваша Послушай Когда я был там То я предложил тему Будущая русская эмиграция Во свете святой библии Они широко Разрекламировали Были китайцы Корейцы С перевозчиками И я сказал Во свете библии На основании святых отцов Что ждет Русскую эмиграцию Понятно Что ждет Когда Когда ждет Но это было В 92 году В июле месяце Я знаю Я знаю Русская эмиграция Я говорю За чего и как Как она там оказалась От начала Я говорил По момент Когда я там был И как дальше В это Дожжу уйти Согласно Слову Божию И ко мне подошел Один человек Сейчас Как мне кажется Черноволосый Сухощавый Роста примерно моего И говорит Монах? Ко мне подошел Один человек Там В Жорданвильском монастыре Монах? Не знаю По-моему не монах Думаю что нет Но У меня Мнение сохранилось Что он учился В семинарии Звать его Иосиф Ди Гранде Иосиф Жозеф Ди Гранде Ди Гранде И он Странный Грузинское имя Он говорит Вы примите От меня деньги Я говорю По-русски говорил По-русски По-русски Но Знаете Даже тут и то Могу ошибиться Сейчас Столько раз Поворачивал Мне кажется По-русски он сказал Потому что В семинарии учился Так он по-русски Учился И он мне Выписал чек На пять тысяч долларов И сказал Я бы хотел У вас побывать Я уехал Я не знаю Кому послать Но ведь прошло Не два дня С 91 года Я писал В Жорданвильский монастырь Писал знакомым Найти его Никто его Мне то ли не искали То ли не могли найти Я внутри себя Чувствую Что я Остался должником Я с вас Снимаю Это чувство Потому что В этой стране Если дают Деньги Это подарок Абсолютно Сто процентов Гарантирую Даю гарантию За свои слова Если вам Даются деньги Игнатий Тихонович Это подарок Нет Здесь не о деньгах Речь А о нем Он хотел Побыть у нас И хотел Чтобы я сделал Ему вызов Сюда Но я не знаю Куда послать Мне нужны Его данные А когда Вы брали Чек Почему вы Тут же Не взяли У него И адрес Ну почему Балбес Сэр Американского Там Зашли в Американской тюрьме Специально Сейчас скажу Есть такое Где родители Дают детей Чтобы они Арестованы Жили месяц В камере Не послушать Ну и советский Пришел И здоровый Американский Там парниш Колес 14 И с ним Разговаривает А почему Ты оказался Здесь Родители Не слушался И щелкнул Каблуками А почему Балбес Сэр И опять Щелкнул Каблуками Вот я Это не У меня Был в то время Совершенно Не в этом Я поняла Вы были В эйфории Нет Это я не был В эйфории Просто у меня Это нормально Было Мне казалось Я адреса ставил Он мне напишет Я адреса им всем дал Ну вот Второй На чеке В левом уголке Всегда дается Адрес и имя На чеке На этом Дело в том Что Выписал он мне бумагу Которую Там что-то Чек выписал Он был На Канадские доллары Мне его сразу же Я кому-то тут же отдал И они перевели На американские Потому что Американские и канадские Это разные доллары Да Вот Американские Теперь я здесь уже Приходовал в Москве И купил целую машину Книг И 3-13 библиотек Сделал И Рабисту Материалы для Батеряевки Тут же истратил Ну вот Ваша вторая ошибка Но В уголке Всегда есть имя И адрес человека И вы там потеряли Я не потерял Я ждал его Порядок такой Я оставляю адрес Они В какое время Они пишут На какое время Что я знал Как это делается Но не получилось От него ничего нету Я ничего не сделал Против того Что я знал Все понятно Игнатий Тихонович Спите спокойно Если он Сам Вы дали ему Все координаты Он не появился В вашей жизни С него это сошло Поймите Что американские люди Или вообще люди Запада Это не русские люди Которые Сгорят За свою идею Это люди Очень спонтанные Понимаете Спонтанные Ветер подует сюда Ветер подует сюда Идей много В итоге Одна пена Поэтому У него был шанс Появиться Он не появился Эйфория прошла И он не захотел Приезжать Нет Я рассужу по другому Он Мог выехать Какие-то дела были И потерял адрес Я сужу по другому Виноват я И мне нужно его найти Я должен Пригласить его То есть для меня Ничего этого нету 25 лет я отмахиваю И я его приглашаю Да Вы мне эту головную боль Такую задали Искать человека Непонятно какая фамилия Тигранде Дигранде Д Д Д Димитрий Первый Ну тем более Дигранде Я по бухам Дарья Иван Григорий Роман Антони Д Димитрий Е Евгений Все правильно Это не легче все равно 25 лет Ничего не Иногда место где встречались И время июль Мое выступление Жорданвильский монастырь Там можно найти Он назывался Семинаристом Июль какого года? Ничего не знаю Какой год? Какой год? 91 Вот Июль месяц Июль Записала Ничего здесь не обещаю Отношение к монастырю У меня очень скептическое Ну да Это тоже так все Так все шатко и валко Здесь ничего не могу обещать Но относительно денег Спите спокойно Уверяю вас И говорю Ему легче вас найти Было бы сто раз Семинаристу Много было шансов Я еще скажу что К этому Если у человека Есть хоть один процент Сомнение Что я деньги Не по назначению пущу Я никогда не возьму Только на сто процентов Он дает не для меня Для Бога И тогда только я могу взять Говорю Еще раз повторяю Насчет денег Спите спокойно Это сто процентно проверено Американец Или человек Запада Дает чек Это подарок Все А насчет Приехать в гости Туда-сюда Это тоже все отдает Спонтанностью Человек загорелся Вы же человек горящий Вас послушали И там все заполыхали И он в том числе заполыхал А потом Вы исчезли Он остыл И все остыло И время проскочило Это один вариант Это один вариант Вариант Который меня исключает Я беру другой вариант По которому я должник Я его все время прорабатываю Он потерял Это русская душа Это русский характер Вас Понимаете А я уже говорю Со стороны другого мира В котором я живу Поэтому Спите спокойно Пожалуйста Я попробую Если я буду связана С монастырем С вашим митрополитом Ларионом Я попробую Вот Но Почти нулевой результат Уверяю вас Так Еще добавлю Перед тем Как с ними разговаривать Вы зайдите на сайт На вскидку Посчитайте Некоторые вопросы Ответы Вы сами уже поймете Нужно или не нужно Это Я делаю Такие Такие Разборы Такие Которых никто не делал Допустим Патриарх Кирилл Там где Вы видите Разбор выступления Такая папка А там В ней Я беру 60 вопросов Ответов К митрополиту Кириллу Он митрополит был тогда Как ему задают вопрос Как отвечают И дальше Я как надо было отвечать Патриарх Алексей Второй 60 вопросов Которые ему задают Тут же даю ответ Которые ему дают И дальше Как надо было Я и говорю Этот материал Будет Уникальный По глубине Это академический уровень Это понимаете Дальше Митрополит Сарабрящий Андреан 60 вопросов К нему Как он отвечает И как надо было отвечать Согласно Четырех параметров Библии Святых отцов Канонов И житий А они еще не берут Внимание Я беру дальше Особенно известный Максим Козлов Он преподает В МГУ Дальше Амросий Юрасов И вот такие же книги И я их разбираю И это все В одной бабке Разбор выступлений И когда вы Прочитаете Это ответит Никто не ответит Никогда Это надо знать То что Я говорю По четверым параметрам Выборка Вот 12 томов Я на золотом Сто насчитал А мне нужно Непременно узнать Какое участие Принимал человек Допустим В революции Вот у меня 26 том Открытым оком Вы его найдете В нашем сайте Это я студентам говорю В университете Вот этот месяц На все вопросы На записки Я отвечаю На основании Поэзии Что сказали По данному вопросу Который вы мне задаете Который не знаю 300 поэтов России За 300 лет Вы понимаете Это 20 тысяч поэтов Я проворачивал В голове Вот так 20 тысяч поэтов И на каждый вопрос Я отвечаю Из 6 поэтов И на каждого поэта Нужный эпиграф Из Святой Библии Эту книгу Мгновенно сметают С прилавка Где она есть Это И там же фотографии Уже два человека Это фотографии Уже два человека Сказали о вас Дмитрий Быков Интеллектуал Литературный И Кураев Интеллектуал Теологический Сказали о вас Что вы Это вообще Такая глубина Такой уровень Академический Сегодня нет таких Они оба На этом страшно Поэтому именно Я и думаю Надо здесь Как-то Найти Уровень Академический Чтобы Те же самые Семинарии Академии Поняли Какое сокровище Они могут иметь Так я вам скажу Другое сейчас Когда я был В семинаре У них там Я сказал Я три года Работал над канонами Каноны Книга правил Сравнивать с тем Что есть в жизни Я не просто Заучиваю А именно с Библией И сравниваю Какая обстановка Наяву И я нашел Всего 989 правил Это не Осипов Никто не знает 989 С декретарем Юстиниана Императором Но действующих 719 правил Действующих Из них 413 Нарушается каждый день Я когда в семинаре Там В Иордан Дал Они мгновенно Давайте Я говорю У меня все дома Материал Здесь Здесь я дал Его тоже сразу Хотели напечатать Но у меня еще не было Отпечатано Как надо Это материал Они хотели Восьмой том Настольной книги Священнослужителя Самый капитальный труд Патриархии Дальше И студентам я говорю Вот в следующий месяц Я буду отвечать вам На ваши любые вопросы Согласно Житии святых Это 12 томов Димитра Ростовского И два тома На столе И я отвечаю Это седьмой Восьмой том Седьмой Восьмой том Открытый мохом Это в интернете Вот вопрос задают Какой-то И я отвечаю Выдержками Это 1173 Жития А допустим Вопрос стоит О воспитании детей О будущем О сне Я должен выбрать Там может быть Строг 15 всего Из определенного Жития Я в определенном месте Выдрать Что-то И вставить Иногда До 20 Житии Задействован На один ответ Понимаете Что это такое Кто Вот вы Кому это все Рассказывали И кто так Удивлялся И нуждался В этом материале У вас вырывал Кто это были По именам Не знаю Здесь я знаю Архимандрит Иннокентий Иннокентий Вот в патриархии Который был Мне передавали Я ему посылал Но у меня было Настолько Плохо напечатано Что он Вернули мне Они работали Работали Там оторванные Концы Не было этого Теперь Когда я сам издал Это получилась Симфония На жития святых Когда я По житиям говорю Вот перевод начать Допустим Семинаристы Кто-то знает Пусть бы они заглянули Жития святых Были настольные книги Щитиминея Библии то не было В России Прошли тысячу лет И я их разбираю Во свете Библии Жития святых 1173 биографии Во свете Библии Любое Что они делают Я рассматриваю Как Библия говорит И как надо поступать И почему они сказали Не знали Боялись Или забыли Понимаете И точно так И 26-й том С поэтами Люди еще не знают Что оставляю им Опять Игнат Юрьевич Вы в Джордан Вилле Да Это все читали Они были большие Я дал только о правилах О правилах О нарушениях правил 719 правил А 413 нарушается Какое правило Какого собора Почему нарушается Кому вы эту лекцию читали Кому Это было не в лекции Лекция была о будущем Русской эмиграции В будущем Вот эта лекция была Большая Они везде Афиши вывешивали А это была не лекция Я там когда был С ними Собрались там Эти монахи И я им сказал Они прям меня вот так Схватили сразу Ну все понимают Какой материал-то Вот пример Монахи Маленький пример Мы сидим В синоде А секретарем был Теперь который Перерасветитель Иларион А на него Кто-то нападает Ну а я сижу У него тут Недалеко Напротив стола Ну метра два И сижу там Журналы листаю А эти двое На него нападают И видно сильно А кто они? Ну кто они Мирские Какие-то представители Нет внешне Они как Светская одежда Православная Какие-то С других приходов Светская одежда Или они вот В черномонашеских Нет-нет Это пришли Мне показалось Даже муж с женой И они на него Что-то нападают Обыкновенные Мирские люди И когда они вышли Но видно что церковное Это определенно Тут был архимандрит Из Греции Я его тоже зажал Там Что вы наделали С Россией Это реформа Никона И он Мы знаем Ничего вы не знаете Вы раскололи Россию Говорю пополам И вот эти Когда люди вышли А он сидит Что-то такой Этот эларион Это епископ Он секретарь был Синоди И сидит такой Запечалился Я говорю Владыка А вот эти люди Были Они не правы Так почему же Не правы они Я говорю Гангский собор Правило 15 Говорит вот так А в Анкирском соборе 17 правило Вот так Да вы что Я говорю Правда на вашей стороне Он раз Так подожди Он их Зазывает обратно И сразу Говорит Так вот смотрите Я поступил по правилу Что-то церковного дела Касалось И они вышли Теперь Он мне говорит Так подождите У меня еще тут пришли Говорит Сидите здесь Так вы что наизусть знаете Я говорю Я три года на них Пасся на канонах И вот И он тогда Начал их вызывать А я сидел Помогал ему Подставить на место Ни в одном вопросе Он не был Неправым Вот сейчас И вы его спасли Вот сейчас Нападает на патриархи Кирилла Что он встречался с папой А у меня как раз О патриархе Много написано там Патриархия Найдете Вопросы и ответы На сайте Ну я говорю Что он говорил Что он не рожденный свыше Он не знает Я раскладываю Кто он такой Но когда на него Стали нападать Я сейчас за патриарха Мне говорят Вас не поймешь Я говорю Вы не справедливо нападаете Что вы боитесь католиков Это уже все окатоличное Крестите неправильно Бритые В галстуках сидите Чего вы схватились то И сейчас люди Сейчас вижу там Конгрессы идут Патриарха не поминать Прямо самой патриархии Сейчас раздел этот идет Но тут На меня Да вы же говорили Говорил когда водкой Табаком торговал Сейчас на него Нападают несправедливо Ему нужна помощь Я в молитве Выпрашиваю Как мне себя вести Другая эпоха Да Вот они не понимают этого У меня задача Чтоб человек Не был потерян для Бога А они этого не знают Им задолбить надо его Патриарх Там Гомосексуалист Сатана С сатаной Встретились То есть Конца края Безумия нету Я говорю А ему нужно усилить молитву Чтоб Бог защитил его От монахов Ладно Вернемся опять В Джордан Вилл Короче В этом монастыре Вам известно Только одно имя Беларион И все Других имен Вы не знаете Что не знаю Имен Других имен Вы не знаете Кому это сейчас Там были которые Какое время было Какой-то у них там рядом Скиток был И меня повели туда Туда напали сатанисты И как они крест там ломали Как там оправились В этот момент Я был там И меня они туда водили Я даже не знаю имен их Молодые ребята В типографии работали Они все до одного Ко мне расположились И тогда был там Владимир Русак Я у него там был Который написал Пир сатаны Свидетельство обвинения Я у него был А ночевал Я в Жандарвелевском монастыре Мне понравилось у них там Потому что Ночные молитвы там были Я когда приезжал в Синод Ну там Приехали мы с Вашингтона Я был у Виктора Потапа Ну как Я говорю не понравилось Ну дальше И опять не понравилось А когда вернулся Из Жандарвел Там был Кондратюк Архимандрит Арсений И он говорит Ну и как Я говорю понравилось Я говорю А что понравилось Я говорю Ночные молитвы были Он говорит Да какие это монахи Это шпана Вот мы были монахи У них что там есть Три курицы А у нас там было Четыре тысячи куриц У них коровы Ни одной нет А у нас 350 коров было Он прав Он прав Он прав Здесь больше всего Показухи Этот весь монастырь Это одна декорация Ну ладно Не буду вас разочаровывать У меня к вам Последний вопрос Все таки Вы можете Найти Те церкви Кто все таки еще Находится Под опекой Зарубежной церкви Конечно То есть я Дать не могу Вы спросите Это в Нью-Йорке Нет У них У этих людей Кто Найдите Мне нужны Еще больше имен Нету Нету Я не могу сказать Это на месте Надо зайти к ним И там узнать Вот знаете Есть такой приход Какой-то Я сейчас не знаю Где я там был Дутиков Отец Всеволод Дутиков И он умер У них сейчас Отец Дмитрий И девушка Которая у нас вышла Замуж Она у него находится У них там Дмитрий теперь У него где Где это Ну где-то Близо Недалеко от Нью-Йорка У нас Большая деревня Нелегко найти Ну ладно Ладно Мне просто Туда придется Поехать Вот узнать Узнать Где Отец Всеволод Дутиков был Он готовил Свечной завод У него был Да А теперь там Дмитрий А через него Найти эту нашу Сестру Наташу И она теперь Боже не знает А? Еще Отец Всеволод Дутиков Дутиков Он умер осенью А на его место Дали Дмитрия И на него Теперь А они Ооо Подождите Они относятся К Агафангелу Они отошли От этого Вот так Вот так Я не могу сейчас сказать Это надо на месте У них спрашивать Где Синод находится У них Видимо Там теперь Антоний Орлов Антоний Митрополит Никита Орлов Мне Мне Синод Не нужен Ко мне Ближе Монастырь И мне Легче Поехать В монастырь И с кем-то Выйти На контакт Буквально С вашей книгой Даже Вот я Что Думаю Как Если Наша Беседа Будет Выставлена Обязательно Выставлена Я сделаю На диск Сделаю Копию И с этим диском Поеду В монастырь И кого-то Найду С кем Кто это Все Прослушает Чтобы Разбудить Человека Этот человек Услышит вас Увидит вас И проснется И начнет Бурлить Я может быть Сегодня ночью Уже выставлю Утром Уже будет стоять Ну хорошо Я постараюсь Если техника Не сломается Не спешите Но вот Ничего Есть и такая идея Так Чтобы в монастыре Вас увидели Услышали вас Что вы Всю вашу историю Что вы сегодня Как называется Хомлесс Ваша Община На улице Бездомная Брошенная Но она не брошенная Мы поминаем Его и все У нас ничего не изменилось Ничего не изменилось Это понятно И мы Скажите сразу Мы не идем Ни в одну юрисдикцию Почему Там нужно сказать Признать Что московская патриархия Безблагодатная Мы на это не идем Вы знаете Это я знаю И патриархию Мы не пойдем Никогда Потому что Они не осудили Сергеянство И они там На меня Лютыми волками За книги Мои книги Они изымают Из библиотек Перетаскивают Семинарию Но нигде Они говорили Сжигают Нигде не сжигали И они их берегут Почему-то у себя Почему не знаю Потому что Втихаря Выписывают Главные элементы И потом В лекциях Используют Мне и говорят Вот тот выступал Священник Ну где-то там А так говорят Ваши слова В берем Ну прям цитируют Где-то Потому что Ваш стиль Ваш стиль Везде Очень яркий Огненный Ваш стиль Так Вот если Мы сейчас Подведем итог Нашему разговору Самое важное Для меня сейчас Не книги Не встречи А именно На сайте Вопросы и ответы Перевести На две сказки Почему? Потому что Людей Они тревожат Больше всего И правильно Поставленный вопрос И правильно данная информация Поможет ему определиться Я никого Никуда не тащу Я просто говорю Вот так говорит Библия святая Вот так говорят Святые отцы Вот каноны говорят Это все Я слышу и вижу Игнатий Тихонович Не переводите мне Я это вижу Я вижу Горячие лица К вам обращаются Вот на днях Вчера Позавчера Слушала Долгую беседу С каким-то Баптистом Таким небритым Он вас замучил Своими вопросами Кстати Тоже живет Где-то в Америке Я поняла Но мне бы найти Все-таки Каких-то людей Побольше имен Кому конкретно ехать В этот монастырь Нету Все начинайте с нуля Без меня Поболитесь И я буду молиться Господь вам даст людей Потому что я знал 25 лет назад Никого уже нету Но О чем мы говорили Это знаете Но даже маленький пример Может вы слышали Когда я был в Сан-Франциско И там Был Антоний тоже Их одни Антонии были Они меня с перекрестом Пригласили туда Демощи И говорят Вы таких-то знаете Я говорю Я не знаю Но батюшка И она Шанхайского Да Шанхайский Сан-Франциско Да Да И вот там Они меня спрашивали Вот такие люди Просятся из патриархии К нам Вы их не знаете А то принимаем Такие какие-то Я говорю Не знаю Мой брат знает Может быть Ну а как их узнать Я говорю Очень просто Командировку Потеряевку На три месяца Они будут пить Есть Работать вместе Я вам дам полный анализ И мы не удержаться Когда спрашивали Ваххабитов Одни Говорят Вы там такие молодые ребята А у вас Говорят Бывает так Чтобы евреи К вам Подселили кого-то И свой был там Они говорят Это невозможно А почему Мы только ночью Три раза стоем на молитву Он говорит Или будет такой как мы Или сойдет с ума Да Больше выбора нет Я и хочу сказать Которые около меня люди Они или уходят навсегда Или навсегда остаются Потому что мы желаем Чтобы люди знали Христа Это главное У меня нет врагов Вот из Чикаго Написали недавно Один кто-то Я говорю Знаете Нашел такое Там доктор богословских наук Ему прислал данные Говорят Посчитают в России Ты говоришь Православный А вот я нашел Рожденные свыше Да понимаете Прямо проповедует Переход от смерти в жизнь Но не понравилось Когда он сказал Что баптисты не церковь Он говорит Баптиста пух и прах разносит А его все уважают Все правда Все правда Ну ладно Ну хорошо Время прошло Вам надо отдыхать Отдохнули Мы уже встали Не отдыхать На работу уходят Ну хорошо От этой интеллектуальной работы Переключиться на другую Вот еще Когда будете на нашем На нашем медиаканале То меня попросили Когда потерявку образовывали Я не был щитцом В храме я не мог проповедовать Не был рукоположен еще То я вел занятия В лагере где-то И старостный был Магнитофонщик И он записывал И сохранилось немножко 123 моих занятия По воскресеньям И теперь мы их насчитываем Они оборваны Короткие Но у них столько всего Мы сейчас Сегодня заканчиваем И они под номерами Будут идти На нашем видеоканале Но они Они уже там Под замками стоят И поэтому Когда я их распечатываю Они на сегодняшний день Не становятся Я сегодня его ставлю А он на 107 месте По номерам надо смотреть Вы там столько найдете Там Вот сегодня разберусь Только телефон Я говорил тематически Сегодня был туалет Так а что можно сказать Такое узнаешь Что ты скажешь А я и не знал этого Я беру все Что Библия говорит У святых отцов Что об этом Говорят люди Во всем мире И как надо поступать Вот такая Такая тема Это прямо Экзотическая У вас все уникально Я не хочу вам Вас осыпать Комплиментами Но я же вижу Все больше И больше людей И молодежи К вам выходят На контакт С вопросами С проблемами Это говорит о чем-то Что это очень Актуально И нет такой Простоты И такой Искренности Как у вас Вот Теперь Я Буду Значит Ваш Эту Вашу Строку Справа Изучать И главное Двигаться в монастырь Других Чтобы заинтересовался Человек Делал это Все Он понял Это необходимо Вот тогда Дело Пройдется Чтобы он Делал Не за деньги Не смотрел На время Он выбирал Буквально По минутам Перевод сделать И дать Ну хотя бы Вопросов Сто по разным И чтобы люди Увидели Нужно Нет Такие ответы Я могу сказать Их не найти В интернете Их нету Просто нету Да я говорю Что прежде всего Монастыре поймут Что это уникальный Материал для них Для их семинарии В первую очередь А еще скажите Для слова Божия нету Есть у вас книга Это я послал вам Для слова Божия Белая такая Белая есть Да Там все написано И как я был в Америке Как меня судили Вы когда меня будете знакомить Возьмите книгу с собой Там фотографии Как меня арестованного ведут Они увидят Хорошая идея Возьму Возьму Ну и главное Вот эту Сегодняшнюю нашу беседу На диск переведу И поеду с этим Хорошо Чтобы вас они увидели И сегодня И услышали сегодняшнего Да Вот А ваши Ваши тогда молитв Чтобы Господь Помог в этом деле Ну конечно Так для меня Главные вопросы Ответы Да 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 Книги не будут изданы Меня это уже не интересует Даже я об этом Главное для меня Вопросы и ответы Это то В чем человек живет Он мечется Неправильный ответ Он в нужную сторону Не пойдет Дело в том Что мои книги Когда попадают Вот один Мне сообщает Я говорю Ушел к баптистам Но попала Одна ваша книга Я вернулся И сейчас Доктор богословия В Московской патриархии Вообще Вот так Только комплименты вам Игнатий Тихонович Хорошо Хорошо Спасибо вам Добавляйте Что я говорю Я не кончал Никакой семинарии У меня нет Никакого образования Я просто все Вот где набираю Это моя лестница На небо Спасибо За общение И до следующей встречи Спасибо Христос До встречи Как Господь делает дивно Субтитры сделал DimaTorzok